Доклад о достижениях лонгкортиопедии в Республике Казахстан. Наша служба, она существует недавно, с 2010, начала развиваться с 2011 года. Но за эти 6 лет у нас есть некоторые результаты, с которыми мы хотели с вами поделиться. Но я не буду останавливаться на актуальности проблемы, потому что я могу сказать, что около 100 новых случаев злокачественной патологии костей является ежегодным у нас Казахстана. Что изменилось? Изменилось, появилось у нас КТ-диагноз 3D, реконструкция, ангиография, ПЭТ-КТ и иммуногистологические исследования, которые, естественно, необходимы при лечении и диагностике патологии кости. До 2010 года подавширяющим большинство лета были количества операций, симптоматическое лечение при метастазах кости и полихимиотерапии по ограниченным показаниям. С 2010 года приоритет органно-сохранное лечение, высокодозная химиотерапия, оперативное лечение при метастазах кости. Но это операции, которые мы проводим в настоящее время. Применяется высокодозная химиотерапия желтым. Это схемы, которые были внедрены с 2011 года при патологии первичных опухолевых костей. И, как вы видите, хорошие результаты после проведенной химиотерапии. Уменьшение опухоли. Ну, это я просто несколько примеров взял. Примеров очень много у нас. Ну, наглядный пример – это опухоль подвздошной кости, где проведена химиотерапия и удалось сохранить конечность с резекцией корла подвздошной кости. И саркома диафиза бедренной кости после химиотерапии, после трех курсов, удалось сохранить конечность, установить тотальный эндопротез бедра. В настоящее время мы используем эндопротезы фирмы Типсан. Это турецко-немецкая компания Пентамерс. Она практически охватывает все суставы, кроме голеностопных. Голеностопные суставы, к сожалению, они не выпускают, ввиду того, что эта патология очень редкая и затраты очень большие на эндопротезы. В центре с 2011 по 2018 год проведено 217 органосохранных операций, из них 44% – это заброкачественные опухолями, и 55% – это злокачественные опухолями костей, которые не только хирургически, но и получили комплексное лечение. При доброкачественных 97 пациентов, из них, как вы видите, львиная доля – это гигантоклеточные опухоли, и единичные есть болезни Педжета, и хинококк, и так далее. То есть заброкачественные, различные виды дисплазии. При саркомах костей 120 операций, в основном это остеогенная саркома, хондросаркома, и 20 пациентов с метастатическим образованием кости, поражением кости. В основном, как вы видите, у нас поражение идет коленный протез, это при замене бедренного компонента или большебецового компонента. 16%… 16 человек у нас… Сложение возникло 16%, это 7,4%. Из них инфекционные у 10, 4-6%, и ортопедически у нас 6 пациентов было, что составило у нас 2,8%. В основном, контингент инфекционных возложнений при резекции большебельцового… максимального отдела большебельцового кости – 8 человек. Динамика роста с 2010 года, как вы видите, ежегодно у нас растет количество эндопротезов. За 6 месяцев 2018 года суда не вошел в отчет, уже произведено 37 операций, поэтому к концу года рубеж перейдет уже за 60 операций. Ну, выживаемость – это не рандомизированные исследования, это те больные, которые вот 217 пациентов, которые мы… мы его просто вывели таким графиком. живые 63 человека, 72% при первичных злокачественных процессах и при метастазах – 38%. В основном, это 8 пациентов – это пациенты с раком почки, раком щитовидной железы. И разрешите показать некоторые интересные случаи. Это вот гигантоклеичный опухоль с поражением бедренной и большебельцовой кости. Пациенту произведена установка двухполюсного эндопротеза с резекцией проксимального отдела большебельцовой кости и дистального отдела бедренной кости. Удалось сохранить конечность. Пациентам с метастазом раком почки ремиссия 3 года. Солитарный метастаз, диафизм большебельцовой кости, произведена эндопротеза, установка диафизмированного эндопротеза. С укрытием, естественно, медиальной ножкой икроножной мышцы. И так же с сеткой. Также у нас широко внедряется операция про опухоли костей и таза. Это различные виды. И разрешите показать случаи, когда мы оперировали после травматолога общей лечебной сети, когда больным на фоне онкологии проводится цементирование различного рода, эксохляции, резекции нейротикальной. На это, допустим, после эксохляции опухоли максимальный методиаз плечевой кости рецидив сразу возник через месяц. Даже не рецидив, а даже, может, продолженный рост. Пально после химиотерапии признается резекцией на произведенном плечевом суставу. Также операция на локтевом суставе, то есть установка локтевого эндопротеза при аденомии парасчетовидной железы, как видите, полностью разрушена плечевая кость, нарушена параспособность, двигательная функция. Удалось восстановить конечность. Установка тазобедренной эндопротезы на фоне опухоли неправильной диагностики, повторно больная поступает к нам уже с объемным образованием. Также проведено удаление опухоли, установка онкологического модульного эндопротеза. Такая же операция, нерадикальная операция по установке тазобедренной эндопротезы. Мы его поменяли, убрали более радикально, так скажем. Операция неправильной диагностики, операция по замене, то есть операция по поводу, как читали травматологи, это установка коленного эндопротеза по поводу артроза, оказалась там остеогена саркома, пациентка после трех курсов химиотерапии, произнорезеренция, но учитывая дефицит ткани, так как было воспаление до первой операции. Мы установили такой вот артроз календы. Различные виды артроза. Пациент с саркомой бедренной кости, пациенту предложено в прошлом году лечение, но больной отказался. Произошел перелом, травматологием установлен интермедулярный остеосинтез, пациент уехал в Курган, потом в Москву, и в конце концов вот он дошел к нам в таком состоянии, когда уже сохранить какой-то дистальный или профсимальный часть бедра не представляется возможным, пациентка произвела тотально удаленной бедренной кости с эндепротезированием. Также вот случаи у нас были, перелом, как сейчас докладывались, слева это вот протез, да, перелом замка протеза компании имплант КАС, но этот пациент ставил этот протез в Москве, когда мы еще не делали эндепротезирование, через 10 лет вот такой случай, но учитывая то, что у нас нет комплектующих, нет инструментов на данный эндепротез, пришлось удалить его и установить в нашу систему ПЕНТНС. Вот там износ вот этой прокладки, и вот протезы, вот два вот таких протеза, это, по-моему, чешский протез, тоже полностью сломана ось, поэтому, по-моему, в двух случаях повернут смена эндепротеза. И один случай у нас был, это перелом ножки протеза, причина была авария и прямой удар, и боковой удар по средней третьей голени, поэтому происходит перелом головки, перелом ножки. Очень большая проблема, когда удаляем эти ножки, приходится делать дополнительность атомию, потому что это бесцементные ножки, их выбить практически, ну, очень сложно, поэтому была дополнительная резекция, установка на удлиняющих втулках. Ну и мы проводим раннюю реабилитацию у себя в отделении, аппаратом Артрамут К1, сейчас приобретаем Артрамут для разработки локтевого и плечевого встава, в этом году должен быть. Ну, на выводы прошу не останавливаться, вот такие вот наши результаты. Результаты. Спасибо. Коллеги, вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот в своем выступлении, там был слайд, где вы показали выживаемость 76%, за какой период? Я сразу оговорился, что это все пациенты, которые вот мы... То есть туда вошли пациенты и прошлого года, и это... То есть это годовая, трехгодовая, пятигодовая выживаемость? Нет, мы пока еще не считали трехлетнюю, мы считали пока пациенты, которые вот с 12-го года и до 17-го года живы пока. На следующий год я уже буду показывать трехлетнюю выживаемость. Спасибо. Геннадий Леонидович, у меня такой вопрос. Значит, один организационного плана. Вы показали действительно те случаи, которые исходили от травматологов, когда выполнялось неадекватное пособие. Скажите, пожалуйста, в этом свете, как вам видится дальнейшая перспектива взаимоотношения, взаимодействия с травматологическим звеном, и есть ли какие-то шаги у вас в вашем регионе? Да, последние три года этих случаев уже меньше, потому что мы очень тесно сотрудничаем с НИИТО, НИИТО, Крайно-Хваттской городе, остальное. И в октябре будет четвертая международная конференция, когда НИИТО проводит в каждом городе разную область, то есть в каждой области один раз в год. То есть собираются все травматологи города, и это будет уже мое четвертое выступление по поводу онкологического гиператизирования. Поэтому сейчас травматологи уже стараются все отправлять уже к нам, как раньше уже такого. Это уже в этом году один случай. Прекрасно, прекрасно. И один практический вопрос. Значит, у вас на сегодняшний день наиболее такой крупный опыт накоплен использования конструкции турецкие пентамерцы. Как ваше впечатление, какие результаты дает вот это эндопротезирование, и какие осложнения после использования конструкции? Ну, у нас получается, если... Единственный был перелом ножки эндопротеза. Единственное, что могу сказать, то при установке тазобедренной протезы у них немножко, так скажем, может быть, эта чашка, ветлужная чашка, прокладка, она немножко часто бывает вывих. Поэтому мы сейчас, турки, над этим думают. А в принципе установки, в принципе, так скажем, долговечности, это пока проблема у нас вообще нет. А у вас самый большой срок какое наблюдение за пентамерцем? С 2013 года. Сколько? С 2013 года, да? Пять лет. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Еще есть вопросы, коллеги? Спасибо. Продолжение следует...